Память о тех, кто зимой 45-го вырвал страну из нацистского плена, поляки превращают в груду мусора. Снос монументов советским воинам-освободителям в Польше продолжается. Вот свежие кадры из города Глупчицы, снятые накануне Дня Победы. Разрушение памятника Красной Армии транслировали в прямом эфире. Не дружественная, а прямо сказать хамская политика Варшавы в отношении Москвы ведется давно, но не останется без ответа. Давайте мы потребуем от парламента Польши, если они хотят строить отношения с Российской Федерацией, пускай начинают с восстановления памятников освободителям, потому что многое можно простить, кроме такого хамского поведения в отношении наших прадедов, наших солдат и офицеров. Поэтому мы, коллеги, не должны с вами спускать это никому с рук. Депутаты напомнили и о событиях в апреле, когда в Варшаве захватили здание школы при посольстве России. Детей и сотрудников выставили на улицу, не дав завершить учебный год. В ответ на такую русофобскую политику в Госдуме предлагают принять меры в отношении польских автоперевозчиков. Предприятия Польши продолжают перевозки по всей территории Российской Федерации в то время, когда нашим российским автоперевозчикам по общему правилу запрещено даже въезжать в Евросоюз. И гуманитарные грузы даже запрещено, и медицинские грузы возить. Ответ зеркальный. Фурам из Польши красный свет. В обращении к правительству России депутаты предлагают запретить транзитное перемещение грузовиков по территории нашей страны. На польском транспорте товары смогут доехать от государственной границы лишь до таможенного терминала. Будет правильно, если только до границы эти товары будут довезены, от границы до ближайшего терминала будет разрешено, а там либо перецепка, либо перегрузка. Кстати, то же самое сделано с нашими автоперевозчиками во всей Европе. Нашим компаниям за рубежом чинятся огромные препятствия. Я считаю, что нужно давать симметричные ответы. Это один из таких ответов. Это сигнал всем тем, кто вводит против нас санкции. И конкретно руководству Польши. Проблемы в стране неизбежны. Это повлияет, очевидно, на рынок труда, на рынок перевозок, на экономику, на частный бизнес. И в целом на тех чиновников, кто отвечает за международную политику, кто отвечает за внутреннюю, за внешнюю политику и за состояние экономики в Польше. Удар по экономике Польши будет ощутимым, уверены депутаты. Запрет проезда по России обернется полякам потерей доходов на сумму около 8,5 миллиардов долларов. Пострадают прежде всего транспортные компании, которые получают немалую прибыль за счет грузоперевозок по России. Как быть дальше? Ответ перед ними придется держать руководству Польши. Пускай сейчас посмотрят в глаза тем десяткам тысяч автомобилистам, которые потеряют работу, а их более 20 тысяч, тех, кто на фурах приезжает с грузами на территорию Российской Федерации, по дешевке здесь заправляется, уезжает к себе. Это около двух тысяч фирм, которые в результате политики преступного режима, который окопался в Польше, сейчас разорятся. Разжиться по дешевке топливом полякам теперь не получится. Цены на горючее для них депутаты предлагают установить на уровне европейских. К примеру, в самой Польше сейчас литр солярки стоит в два раза дороже, чем в России. Поляки что делали? Заезжали к нам, даже если они перегружаются, даже если они у нас переразгружаются, они берут, покупают бензин дешевый наш и везут туда. Там полторы тонны сразу. И везут к себе, там перепродают. Белорусы, кстати говоря, взяли их и быстренько ограничили в этом плане. И мы должны это сделать. Не разговор разговаривать, а должны сделать и граничивость в этом. Запрет проезда польских фур по России, в свою очередь, станет мерой дополнительной поддержки для своих перевозчиков. Они смогут зарабатывать на транспортировке товаров, которые польские фуры будут перегружать на границы. И по этому вопросу в парламенте консенсус. Решение депутаты приняли единогласно. Александр Локтионов, Анна Меликян, Лана Тян. Парламентский час. Какие социально значимые законы были рассмотрены депутатами, расскажу прямо сейчас. С 1 июля 2023 граждане России, постоянно проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут получать военные пенсии. Речь идет о бывших военнослужащих и приравненных к ним. Поступило 5 поправок. Уточняются особенности исчисления выслуги лет для назначения пенсии и категории граждан, для которых устанавливаются особенности пенсионного обеспечения. Определяется категория лиц, проходивших после 11 мая 2014 года военную службу на Украине, которые не имеют права на пенсионное обеспечение. Также дополнительные меры поддержки приняты для семей погибших военнослужащих. Принят закон, который позволит нетрудоспособным членам семьи получать пенсию по потере кормильца непрерывно, между их обучением в школе и в ВУЗе. Трудовые права госслужащих участников СВО защитят. Работодатели не смогут расторгнуть срочный трудовой договор, пока сотрудник несет службу в зоне специальной военной операции. Когда человек возвращается с фронта, то он вправе определиться, продолжить ему гражданскую государственную службу, либо, так сказать, искать, возможно, другое место работы. Но приоритет и сохранение рабочего места мы как раз своим законопроектом для государственных гражданских служащих, которые ушли на фронт, гарантируем. Память погибших при защите Отечества. Добровольцев участников СВО будут хоронить на военных кладбищах. Закон принят в окончательном чтении. Мы наблюдали, как в некоторых регионах возникало напряжение, когда участников военных компаний, частных военных компаний, их не отказывались захоранивать на аллеях славы или в специально отведенных местах для захоронения военных. Вот для того, чтобы больше таких ситуаций не возникало, такие поправки подготовлены. Документ также направлен на сохранение исторической памяти. На памятниках Великой Отечественной войны появятся QR-коды с подробной информацией о героях и событиях. 3 сентября будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Изменения вносятся в закон о днях воинской славы и памятных датах России. Мы не можем предавать реальные события. События того времени. Надо говорить, как оно было. Была в то время и империалитическая Япония. Была. Значит, уничтожали народ Китая. Было. Много погибло людей. Дума ратифицировала соглашение с Киргизией о создании общей системы ПВО. Соглашение заключено на 5 след с возможностью продления. Это позволит повысить надежность охраны государственных границ России и Киргизии в воздушном пространстве. Определит порядок применения сил ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства. Тем самым два государства будут увереннее чувствовать себя здесь, в Центральной Азии, где и у Киргизии, и у Российской Федерации есть свои национальные интересы. В Госдуме предложили усилить антитеррористическую защищенность объектов. Законопроект прошел первое чтение. Наказание за нарушение требований может составить до 7 лет лишения свободы. Все зависит от причиненного вреда. Отмечу, что сейчас предусмотрена только административная ответственность. Участники СВО и дети врачей, погибших от ковида, должны поступать в вузы на льготных условиях. С таким предложением председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе Кабмина Михаилу Мишустину. Вопрос поднимали на прошлой неделе в ходе отчета Татьяны Маскальковой. Давайте мы с вами подготовим обращение к председателю правительства, повторно рассмотреть наши законодательные инициативы в части приема в медицинские вузы детей погибших врачей, которые, оказывая помощь больным, сами заразились и ушли из жизни. Мы должны позаботиться об их детях и попросим поддержать вопрос, связанный с льготным поступлением в высшее учебное заведение участников специальной военной операции. Они защищают нашу страну, они защищают нас, всех граждан Российской Федерации. Потому что руки у нашего доктора золотые, продолжает свою мысль за кадром мама маленькой пациентки Республиканского травматологического центра Донецка. Евгений Жилицын в прямом смысле собирает детей по частям. Страшнейшие минно-взрывные травмы порой кажутся безнадежными, но только не ему. У нас есть пациент Рома из Евгеньевки, шестилетний парень, который пострадал в результате прилета снаряда во двор их дома. Практически полностью вырвало у него руку на уровне плечевого сустава. Бригаде врачей удалось сохранить ребенку руку. Через боль и усилия Рома упорно показывает, пальцы работают, несмотря ни на что. Что, болит? Да, больно. Больно вот здесь, когда я прикасаюсь. Ну, то нерв простреливает, это хорошо. Ты на косынке носишь, ну? Попробуй пальчиками. Разгибай. Ну, то есть тенденции есть. Эти истории спасения для доктора Жилицына ежедневные. За 9 лет из всех детей с минно-взрывной травмой, которых удалось довести до Республиканского травматологического центра Донецка, умер один. За прошлый год было 140 раненых, и ампутации были показаны почти всем. Сделали только две. При всех профессиональных успехах желание у врача одно – не видеть в стенах больницы страдающих детей. Каждый ребенок с минно-взрывной травмой – это определенный шрам на сердце. То есть это невозможно. Да, дети привыкнуть к этому невозможно. Работу доктора ценят не только маленькие пациенты. Их родители, коллеги Евгения Жилицына отмечают на федеральном уровне. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поблагодарил врача за помощь детям Донбасса. И поздравил с высокой государственной наградой – Орденом Пирогова, которую врач получил из рук президента Владимира Путина. Орденом Пирогова награжден Жилицын Евгений Владимирович, заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Я хочу поблагодарить вас за столь высокую награду. Конечно же, это заслуга работы всего коллектива нашей больницы. Спасенных этой командой перечисляет коллега и друг Евгения Жилицына, директор фонда, доктор Лиза Наталья Авилова. После сложнейших операций в Донецке фонд берет их под свое крыло и учит жить заново, без боли и страха. За прошедший год в наш фонд, под нашу опеку, было передано больше 50 раненых детей. Практически каждый из них рисковал, он мог потерять жизнь, он мог потерять руку, ногу, но врачам удается спасать детские жизни. Мы встречаемся с Евгением Жилицыным после церемонии. Он откровенен, полученное признание ценно и почетно, но главное для доктора все же другое – спасенные детские жизни и максимальное восстановление их здоровья. Условно из нашей больницы либо путь в здоровую жизнь, либо останется человек инвалидом. А у детей это вдвойне обостряется, то есть это двойная ответственность, это умение общаться с детьми и понимать, что у них впереди вся жизнь. Поэтому разбейся, но сделай хорошо. Сложнейшие манипуляции приходится делать в нечеловеческих условиях. Евгений рассказывает, как больницу обстреливают. Был случай, в операционной выбило все стекла. Ни один из врачей даже не шелохнулся. Оперируем ребенка, начинается обстрел, но мы не можем его бросить и где-то прятаться, потому что у нас уже доступ, уже рана, уже наркоз дан. Все врачи остались все на своем месте и продолжали делать операцию, потому что невозможно. Не могу сказать, что прям не страшно. То есть все равно... Наверное, даже рука не дрогнула, признаетесь. Ну, потому что, да, ты погружаешься в то, что ты делаешь и стараешься отключиться от окружающих. За такое отношение к делу доктор Жилицын получает главную в своей жизни награду. Детей, которых удалось вернуть к обычной жизни. Жизни без протезов и с улыбкой на лице. Это... это что-то. Это огромная ответственность. Это участие. Это неравнодушие. Ну, как бы, даже и не верится, что такое существует. Что это возможно, в принципе, что кто-то кому-то нужен в нашем современном мире. Елена Желнина, Андрей Тарасов, Екатерина Шевченко, Лана Тян, Андрей Брумберг. Парламентский час. Этот швейный цех находится в Мариуполе. Производство запустили в прошлом году. Буквально на руинах прежней фабрики. Трудится около ста человек. Шьют халаты для врачей, спецодежду для заводов. Работают на нужды фронта. Переустроились, переквалифицировались на новые рельсы, на новые потребности. Ну, на форму, в основном для военных. И таких предприятий в новых регионах много. Важно помогать им и как можно быстрее интегрировать в российское правовое поле. Чтобы они смогли получать всю необходимую господдержку. Однако, на нее сегодня можно рассчитывать только после включения в реестр Федеральной налоговой службы. 90 тысяч малосредних предприятий, которые претендовали бы на меры поддержки, но, к сожалению, не могут воспользоваться, потому что для того, чтобы попасть в реестр, им нужно было сдать годовую отчетность. Естественно, что такие предприятия предоставить отчет за прошлый год просто не могут. Возникла правовая коллизия. Ее исправит законопроект, принятый Госдумой в первом чтении. Суть его в том, чтобы включение в реестр ФНС происходило по итогам отчетов о средней численности работающих на последнюю отчетную дату, которая имеется у Росстата. Данные о доходах предприятий учитываться не будут. Сегодня на новых территориях в реестре около 70 тысяч вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса. В случае окончательного принятия закона список увеличится почти до 160 тысяч. Эта поправка – это, конечно, одно из облегчений, которое нам позволит более легко или более плавно войти в этот реестр. Речь в данном случае идет не только о развитии бизнеса, но и о создании новых рабочих мест, повышении доходов людей. Ресурсы у нас на это запланированы, мы это предусмотрели. Важно, чтобы был подан сигнал нашим согражданам в новых субъектах федерации, чтобы они обращались к органам власти ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонщины, для того, чтобы уже сейчас понять, как можно усилить обороты, увеличить обороты бизнеса. Россия – один из мировых лидеров в области цифровизации. Для нас уже давно является нормой в несколько кликов на смартфоне зарегистрировать ИП или предоставить отчет в налоговую. Однако на новых территориях это еще не везде можно сделать. Потому важно помогать людям. Им это нужно объяснять, им это нужно показывать, нужно обеспечивать инфраструктуру и, самое главное, нужно корректировать под это дело наши собственные механизмы поддержки. Для того, чтобы они чувствовали себя, конечно, дома, они должны пройти этот путь интеграции в наше правовое и социальное пространство. И мы практически каждый день принимаем законы, которые позволяют им быстрее и быстрее войти в этот процесс. Впереди второе, основное чтение законопроекта. Поправки к документу должны внести до 6 июня. Дмитрий Орешкин, Никита Хараськин, Парламентский час. Собаку этого мальчика растерзали огромные волкодавы прямо на детской площадке. Их хозяин – местный фермер. Днем он держит их на привязи, а ночью выпускает погулять, охранять территорию. Но поле не огорожено, псы свободно ходят по округе и держат в страхе всю деревню. Они и к нам во двор. Именно две эти собаки. Вот муж выходил с лопатой, он их едва-едва выгнал с участка. Эти же волкодавы ночью проникли на участок семьи Крючковых и вытащили их Рекса из будки. По закону, хозяину собак грозила лишь профилактическая беседа или максимум штраф 5000 рублей. Проблема заключалась в том, что у нас очень правильные и очень важные нормы были прописаны в базовом федеральном законе об ответственном обращении с животными. Но не были прописаны санкции, что будет в случае, если эти нормы не будут исполнены. Теперь санкции закреплены официально. В трех чтениях в Госдуме приняли закон, который устанавливает административную ответственность нерадивым владельцам животных. И если собака покусает кого-то, либо повредит чужое имущество, ее хозяину будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Любым желанием граждан иметь особо опасное животное, собака какая-то, очень крупная, агрессивная, должна поступать, наступать и определенная ответственность. Поэтому, уважаемые граждане, хотите иметь собаку, несите при этом ответственность. В документе также вводится ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Теперь, если хозяин будет держать своего питомца в тесной клетке, создавать мучительные условия или просто выбросить на улицу, его ждет штраф. Накажут владельца, также если, к примеру, он свою больную собаку не покажет ветеринару или поселит в одной квартире десятки животных, при этом не создав для этого должных условий. Штраф до 3 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц до 15 тысяч и для юридических лиц до 30 тысяч. Когда ситуации, при которых люди, животные, домашние животные приводили к очень негативным последствиям, люди получали травмы, некоторые даже погибали в результате нападения бывших домашних, а ныне безнадзорных животных. Безусловно, эта тема принципиальная, она очень важна. За жестокое обращение с животными, если нет оснований для возбуждения уголовного дела, мучитель заплатит до 15 тысяч рублей, должностное лицо до 30 тысяч и организация до 100 тысяч рублей. Такое же наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Большую популярность сегодня набирают вот такие выездные мини-запарки. За круглую сумму можно пригласить к себе на мероприятия мини-пигов, сурикатов, змей и даже медведя. За работу зоопарков, цирков, дельфинариев или океанариумов без лицензии, либо с нарушением лицензионных требований и условий, частным лицам будет грозить наказание до 50 тысяч рублей, а организация заплатит до 200 тысяч рублей. Это действительно важно, потому что без санкций нормы, уже принятые нами, к сожалению, не работали. В случае с приютами за несоблюдение требований содержания животных физлицам будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и юрлицам до 30 тысяч. Чтобы содержание животных было достойным и правильным. Поэтому норма нужная, правильная и тема очень важная. Мы знаем, насколько она острая. Если будут нарушены требования к обращению с животными без владельцев, до 5 тысяч рублей заплатит физлица. Ножностные до 15, а юрлица до 50 тысяч рублей. Либо предупреждение. Была проделана действительно большая работа. Больше года мы согласовывали позиции. Проведены различные консультации с государственно-правовым управлением президента и с экспертными советами. Все штрафы предусмотрены, если нет признаков уголовно наказуемого деяния. Депутаты отмечают, принятие закона будет способствовать более гуманному и ответственному отношению россиян к животным. Мария Буркова, Екатерина Шевченко, Лана Тян, Андрей Брумберг. Парламентский час. Он родился в женском теле, но в какой-то момент ощутил себя иначе. И об этом ведет канал на Ютьюбе. Трансгендер, называющий себя Марком Троманом, в том числе дает советы себе подобным. Например, о гормонотерапии или о том, как получить справку о смене пола. Делится опытом. Меня просто спросили, ты не пожалеешь. Потом меня спросили, что я делаю по жизни, какие у меня планы дальше на переход. Я не стал врать. Я сказал, что мне пока комфортно на той позиции, в которой я сейчас нахожусь, то есть вообще без операции, но на гормонотерапии. Мне сказали, окей, окей, без проблем. Получить такую справку сегодня не так сложно. И на это обращают внимание депутаты. В разработке у парламентариев законопроект, который запретит смену пола без хирургической операции. Сейчас в законодательстве есть пробел, который позволяет оформить документ даже без должного обследования врачей. Человек утром встает, идет, покупает справку в платных клиниках. При этом в комиссиях нет психиатров и психологов, никого, которые бы изучили его состояние, потому что подписано соглашение с ВОЗ, а затем предоставляет документ о смене пола, фамилии, имя, отчестве. И, соответственно, в паспортном столе, в ЗАГСе проходит регистрация. Поэтому там не идет речь даже об операции. Проблема с каждым годом становится все острее, говорят депутаты. Количество желающих сменить пол постоянно растет. За последние пять лет – семь раз. Мы увидели, что каждый год количество людей, которые меняют пол в паспортных столах, растет кратно. Ну, например, в прошлом году таких людей было тысяча человек, до этого было пятьсот, а до этого там менее двухсот. Меняет документы, но при этом не меняет пола, потому что это очень дорого, сложно. Ну, и, так сказать, заколебался в последний момент. В результате у нас есть люди, которые по документам являются женщинами, но в реальности являются мужчинами, и наоборот. То есть эту вакханалию пора заканчивать. И это закон о нормализации ситуации. Смена пола – желание нездоровое, считают депутаты. Решиться на это человек может, например, вследствие психологической травмы, полученной в семье, говорит психолог-практик Марсель Сультеев. Много есть уже прецедентов, когда ненависть к одному из родителей влечет за собой нежелание быть тем полом, иметь тот пол, который имеет тот родитель, на кого очень большая агрессия у самого ребенка. О том, как решить проблему законодательно, в парламенте широкая дискуссия. Депутаты обозначили ключевые положения, которые должны быть отражены в законопроекте. Формулировки необходимо прописать максимально точно, считают коммунисты. Там в законе все правильно написано, кроме того, что через запятую, кроме случаев и порядок определить правительство. Нельзя этого оставлять. Если мы запрещаем, запрещаем. Закон должен быть прямого действия. Депутат Николай Николаев отметил, что решение людей сменить пол зачастую формируется извне. По словам парламентария, огромное количество подростков вовлекается в эту систему, как в секту. Мы видим, как людей втягивают в эту историю. Мы видим, как это используется в том числе для легализации, можно сказать, однополых браков. Поэтому мы, конечно же, должны принципиально дать ответ на вот этот вызов. При этом в адрес депутатов поступает обращение от родителей и подростков, которые ни с того ни с сего начинают интересоваться процедурой смены пола. Оболванивают ребятишек, пытаются их в это втянуть с тем, чтобы те пошли на какие-то гормональные терапии, на операции. И это расцветает сейчас в других странах. А если говорить о Европе и Соединенных Штатов Америки, Вашной садами. В поддержку концепции законопроекта, запрещающего смену пола, высказались представители всех парламентских фракций. Все предложения депутатов будут учтены. Вячеслав Володин поручил оперативно доработать документ и внести на рассмотрение Государственной Думы. Александр Локтионов, Анна Меликян, Екатерина Шевченко. Парламентский час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин